Ты уже слышал о GameStone Legends? Именно тут ты найдешь много интересного контента и возможностей. Делай различные билды для своих героев, упарывая шотеров в атаку или защиту. Создай себе массовика с помощью экипировки так, чтобы он постоянно критовал. И наносил фатальные уроны всем врагам. И бронереза с собой перед этим не забудь захватить. Подбирай героев с лидерством для PvP на арене и покажи свою силу, поднимись как можно выше и покажи всем, кто тут бабка. Я вот тут уже в топ 100 залез, представляешь? Заходи в игру каждый день и получай приятные бонусы. Участвуй в различных событиях и собирай награды для продвижения своих героев. Прямо сейчас переходи в описание под видео, качай GameStone Legends только по моей уникальной ссылке. Как только зайдешь в игру, введи в общем чате мой новый личный промокод, который видишь на экране. Решетка, мисталтейн, нижнее подчеркивание, 2021, решетка. И получи приятный бонус от меня для быстрого старта. Пять золотых свитков призыва, 500 тысяч монет, 300 кристаллов и эпического героя Элидора. Лучше поторопись, потому что времени у тебя мало, а сам бонус по промокоду доступен только новичкам и работает в течение трех часов с момента вашего первого входа в саму игру. Увидимся в GameStone. Ну что, ребят, пара недель прошла, если не больше, и на бете очередные балансы, и в основном они коснулись нового события Звездный Цирк. А так как на бете уже и герои с русским описанием, делаю вывод, что это последняя, ну или предпоследняя версия героев перед их релизом в игре. Следовательно, ждем новое событие, я думаю, где-то в июне-июле. Вариантов немного. Ну и так как баланс коснулся не только умений, но и статов, я вам буду показывать старые картинки с прошлой беты, тем самым вы сможете сравнить, как герой поменялся за это время, и было ли это к лучшему. Погнали! Директор Цури, класс Калдун, средняя мана, 766 атаки, 772 брони и 1421 здоровья. Устанавливает 45% здоровья союзнику с самым низким уровнем здоровья. Устанавливает 25% здоровья всем остальным союзникам. Призывает клоуна для каждого союзника с 13% здоровья и 20% атаки, получаемой от героя. Очищает недуги у всех союзников. Эмилио, очень быстрая мана, класс Друид, 776 атаки, 786 брони и 1363 здоровья. Применяет один из этих особых навыков. Если у любого врага есть ожог, все враги получают 360 единиц урона от ожога в течение 5 ходов. Все союзники отхиливают 549 здоровья в течение 3 ходов. А также все союзники невосприимчивы к новым недугам на протяжении тоже 3 ходов. Либо другой навык. Все враги получают 270 единиц урона от ожога в течение 5 ходов. И все союзники невосприимчивы к новым недугам на протяжении 3 ходов. Эйора и Пушок, средняя мана, класс Варвар, 786 атаки, 751 брони и 1400 здоровья ровно. Убивает всех прислужников цели. Наносит 530% урона цели. Сокращает максимальное здоровье всех врагов с прислужниками на 304. Ну и максимальное здоровье не может опуститься ниже 30% от оригинального максимального здоровья. Как это сейчас и есть в Вальхабе. Оооо, ебаный пи***. Ну почему, б***ь, нельзя нормально перевести героя? Ну в чем ваша проблема? Ну я просто не понимаю. Ну какого хера просто, ну? Бобо, медленный по мане, класс Варвар, 751 атаки, 801 брони и 1380 здоровья. Наносит 305% урона всем врагам. Враг с самой высокой базовой защитой получает недуг срез защиты в 44% на 4 хода. Этот эффект снять нельзя. А также враг с самой высокой базовой атакой получает недуг срез атаки в 44% на 4 хода. И этот эффект также снять нельзя. Фалина, быстрая мана, класс МАК, 764 атаки, 751 брони и 1442 здоровья. Наносит 250% урона цели и ближайшим врагам. Задетый враг с самой высокой скоростью восстановления маны получает недуг. Цель получает минус 44% к регенерации маны на 3 хода. Теобальд, медленная мана, класс Манах. 735 атаки, 803 брони и 1404 здоровья. Наносит 375% урона врагу с самым высоким уровнем здоровья. Наносит 230% урона всем остальным врагам. Все союзники отражают все недуги и 115% урона обратно атакующему и блокируют другие отрицательные эффекты особых навыков врагов стихии природы. В течение 4 ходов. Все союзники получают плюс 50% к атаке на 4 хода. Ди Эндер, средняя мана, класс Паладин, 629 атаки, 637 брони и 1381 здоровья. Восстанавливает 35% здоровья всем союзникам. Все союзники получают баф плюс 50% защиты на 3 хода. А также баф плюс 24% к регену маны тоже на 3 хода. Марсель, средняя мана, класс Калдун, 654 атаки, 626 брони и 1338 здоровья. Наносит 275% урона цели и ближайшим врагам. Союзник с самой низкой базовой атакой получает баф плюс 50% атаки на 3 хода. Этот эффект снять нельзя. Эйхбель Борг, быстрая мана, класс Монах, 637 атаки, 656 брони и 1317 здоровья. Наносит 340% урона цели. Враг с самой высокой базовой защитой получает срез 44% защиты на 4 хода. Кэнди, средняя мана, класс Церковник, 465 атаки, 488 брони и 809 здоровья. Исцеляет до 50% всех союзников, у которых осталось меньше 50% здоровья. Все союзники восстанавливают 261 здоровья в течение 3 хода. И последняя тройка из этого события Громадина с быстрой маной и классом Варвар. 554 атаки, 406 брони и 747 здоровья. Наносит 315% урона цели. Враг с самой высокой базовой атакой получает срез 54% атаки на 3 хода. Помимо события и всего того, что касается именно его, есть еще и список фиксов и балансов, которые будут исправлены в следующей версии, в 38-й, если не ошибаюсь. Итак, давайте начнем. Изменений много, поэтому на фоно вставлю какой-нибудь, не знаю, набег из турнира или еще что-нибудь такое. Награды за редких титанов уменьшаются, если вы не были членом Альянса на момент его появления, или если прошло менее 12 дней с тех пор, как вы получили полную награду за редких титанов в другом Альянсе. Это значит только одно. Найм умер. Ну, мне так кажется. Если я ошибаюсь, напишите в комментариях, я в этой теме не силен, поэтому как бы вот так. В список героев добавлен индикатор, который позволяет игрокам знать, что у них есть необходимые материалы для вознесения героя. Все умения особого навыка, которым будет противостоять или отражаться стихийное отражение, проходит, если специальный навык его обошел. Если эффект цепного удара дважды поражает одну и ту же цель, оба удара всегда будут иметь одну и ту же возможность обхода. Если у героя есть увеличенный урон от специальных пассивных навыков, и он наносит более одного удара в своем специальном навыке, все удары теперь будут иметь дополнительные 30% к его силе. Как пример Акарок и Зилалей. Исправлена ошибка, из-за которой цепные удары Финли не прерывались, если он промахнулся. Исправлена ошибка, из-за которой Альфрика всегда стреляла кубом во врага. Исправлена ошибка, из-за которой Альфрика и Финли могли применить свои статусные эффекты, даже если на них был блок этих эффектов от Малоси. Теперь стражам можно нанести урон и убить, даже если их владелец находится в форме призрака. Исправлен графический сбой в представлении формации Академии Героев. Исправлена визуальная ошибка, из-за которой эффект очищения Франсин не показывался в нижней части панели информации о битве, поскольку он всегда выполнялся последним. Исправлена ошибка, из-за которой 50% исцеления Рафаэля частично поглощалось, хотя этого не должно было быть. Исправлена ошибка, из-за которой блок маны Морриса длился только один ход, в то время как он должен идти два хода. Теперь отображаются характеристики вражеской атаки и защиты. Наконец-то, спустя пару лет и десяти столетий, добавили показатель количества волн противника на этапах карты. Добавлен таймер для энергии товарищеского матча. Небольшое исправление в описании особого навыка Рокамуша. Ну и исправлена ошибка, из-за которой Бертила не получала ману, из-за своего же пассивного навыка. Это вообще гениально. В общем, какие-то такие изменения, обновления, балансы и фиксы вы услышали. Если у вас есть что сказать и написать, обязательно сделайте это в комментарии под видео. А я думаю, что событие будет введено где-то в июне. Ну, плюс-минус. Точно говорить не буду, потому что это мое предположение. Но, в общем, держите, мотайте себе на ус. Спасибо за просмотр. Подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарий обязательно. Сегодня интереснее. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok